Здравствуйте, в эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. В Югре продолжается кампания по ремонту и строительству дорог. Сейчас в округе работы ведутся на 236 объектах. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании по вопросам капитального строительства. Возведение и реконструкция проходит как на региональных, так и на муниципальных дорогах. Все работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Отмечу, что кампания развернута во всех муниципалитетах Югры. Кассовые расходы на 26 июля составили почти 3 миллиарда рублей. Это 27,5% от планового объема выделенных ресурсов. Из них средства федерального бюджета заросбудовано 639,5 миллионов рублей. Это 50% от общего объема консового исполнения. Автономного округа, соответственно, 1 миллиард почти 700 миллионов рублей. Работы по благоустройству площади славянской писемости в Ханты-Мансийске вновь продолжатся. По итогам июньского аукциона победителем стало муниципальное дорожное эксплуатационное предприятие. Ранее этот же подрядчик приостановил работу в связи с критическими дефектами гарнитного покрытия чаш, фонтана и серьезной коррозии металла системы подачи воды. Было принято решение заменить эти конструктивные нарушения и провести дополнительные работы. Завершение благоустройства площади славянской письменности планируется до конца текущего года. Подрядчик будет нести гарантийные обязательства до 2025 года. Напомню, площадь славянской письменности является частью большого храмового комплекса, куда входит соборный храм Воскресения Христова, православная гимназия, часовня. От центра города к храму протянулась дорога, состоящая из 140-метрового каскада лестниц с мини-водопадами. Ранее проводился текущий ремонт. В прошлом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды принято решение о капитальном ремонте объекта. МФЦ в Покачах признали одним из лучших в стране. Филиал многофункционального центра стал победителем всероссийского конкурса среди малых городов в 2020 году. Его деятельность позволила повысить качество, удобство и доступность услуг. В общей сложности МФЦ в Покачах предоставляет 285 услуг, 78 из которых федеральные, 119 региональные и 55 муниципальные. В центре открыто 6 окон для приема, а также действует система электронной очереди. По словам заместителя губернатора Югры Романа Генкеля, уровень удовлетворенности работы МФЦ в регионе составляет 99%. Теперь другие темы, которые жители округа активно обсуждают в сети. В округе завершился конкурс на гранты губернатора для социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего поступило 284 заявки от 239 организаций. Гранты на сумму более 101 миллиона рублей получат 92 проекта. Самое популярное направление конкурса – охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни и физической культуры и спорта. 23 победителя в общей сложности получат более 25 миллионов рублей. На втором месте – социальное обслуживание, поддержка и защита отдельных категорий граждан. 12 победителей разделят более 14 миллионов. Третье по популярности направление – межнациональное и межконфессиональное согласие. Здесь 10 победителей получат более 9 миллионов рублей. Коронавирус не передается человеку от животных. За весь период пандемии коронавирусной инфекцией не зарегистрировано ни одного случая, при котором человек мог бы заразиться COVID-19 от животного. Тему передачи вируса от животного человеку обсудили в прямом эфире просветительского проекта «Разберемся в вакцинах вместе» с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет, подчеркнула Анна Попова. С 19 по 25 июля на тепловой карте Центра управления регионом по Югре зафиксировано 928 сообщений по теме коронавирус. В сравнении с прошедшей неделей их количество сократилось на 20%. Чаще вопросы задают жители Нижневартовска, Сургута и Нефтеуганска. Самыми актуальными направлениями запросов остается запись в лист ожиданий и сертификаты вакцинации. Спрашивали жители округа и о допустимости вакцинации при наличии антител. Несколько жителей округа столкнулись с проблемой отсутствия сертификатов о вакцинации на портале госуслуг и сообщили об этом в соцсетях. Специалисты органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти за прошедшую неделю провели 69 консультаций по теме коронавирус. 20 миллионов рублей заработали аферисты в этом году на доверчивости нефтьюганцев. Количество заявлений от жителей стало расти еще в прошлом году, когда началась пандемия. За 2020 год зафиксировано 200 случаев мошенничества на сумму более 50 миллионов рублей. В 2021 цифры не отстают. На сегодня уже 170 обращений, а ущерб более 20 миллионов. Чаще всего горожане попадаются на любимую ловку мошенников. Это представитель банка. На втором месте покупки и продажи в интернете, когда скидывают ссылку на сайт, где нужно ввести данные своей банковской карты. Еще мошенникам нравится обещать крупный доход в игре на бирже. Так, недавно нефтьюганец лишился 2 миллионов взятых в кредит. Когда мошенники говорят гражданину о том, что деньги переводятся на безопасные ячейки и прочее, используя такие фразы, что там все будет безопасно, деньги будут сохранены, это чистая ложь. Таких ячейок просто не существует. Мошенники же пользуются тем, что мы им поверим. Мы услышим слово полиция, мы услышим слово главный, старший, Центробанк, ну и прочие силовые структуры различные, что они там кого-то ловят и хотят нам помочь. На самом деле они хотят нас обворовать. Полицейские призывают горожан к бдительности. Если существует сомнение насчет обращения от сотрудника банка, самостоятельно позвоните по телефону, указанному на обратной стороне вашей карты. Если хотите что-то продать или купить, предложите связаться с человеком по видеосвязи и показать товар, либо паспорт. Можно обратиться в полицию, где вам окажут юридическую помощь. Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут теперь противостоять телефонным и интернет-мошенникам. В местном отделении Всероссийского общества инвалидов разработали проект школы, который получил грант губернатора. Тема занятий – правовая грамотность. Обучение проходит в формате лекций, где учат понимать, что звонок поступает от мошенников, на что обратить внимание и как реагировать на псевдовыигрыши. Авторы проекта планируют обучить не менее тысячи человек. Пройти эту школу могут как жители Хантаматийска, так и онлайн жители других городов. 202 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Сургуте заболели 53 человека, в Нижневартовске – 23 заболевших, в Хантаматийске – 19 новых случаев. Коронавирус подтвердили у жителей еще 17 муниципалитетов. На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки УРВИ. У 34 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения на 0,02 превышает единицу. Состояние 148 пациентов. Тяжелое – 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 936 человек. За сутки вылечились 205 югорчан. Умные технологии, футуристические здания, ландшафтный парк. Так будет выглядеть новый образовательный центр в Когалыме. Его строят по соглашению между компанией «Лукойл», администрацией города и Пермским университетом. Уже в 2023 году здесь планируют начать готовить инженеров нового поколения. Для этого будут привлекать лучших российских и иностранных специалистов нефтегазовой отрасли. ВУЗ рассчитан на 380 абитуриентов и 40 преподавателей. На территории будет 6 корпусов, в том числе и 2 общежития. Первые студенты начнут свое обучение в Перми, а завершат его и получат дипломы уже в новом филиале Пермского политехнического университета в Когалыме. ВУЗ обеспечит реализацию основных профессиональных программ по государственному стандарту. В подрядной организации на сегодняшний день задействовано более 260 человек рабочего персонала, инженерного состава около 40 человек. На сегодняшний день ведутся работы по монолиту, сразу одновременно ведутся работы на 6 корпусах. Персонаж Жанна Д'Арк. Ее сыграла профессиональная актриса Екатерина Григорьева. А вот главного героя по задумке режиссера должен был исполнить обычный киномеханик. Как Николаю удалось покорить известных актеров и кинокритиков России? Расскажем завтра в 18.15 в программе «Больше чем новости». Он мне сказал, веди себя как в жизни, вот как сейчас с вами разговариваю, так что-то я себя на съемках вел и ничего такого. Первые два часа было какое-то волнение, потому что все люди незнакомые, кроме Житковского, я никого еще не знал. А потом все пошло как по маслу, как говорится. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта упала в цене на 41 копейку. Стоимость одного доллара сегодня составляет 73 рубля 19 копеек. Стоимость европейской валюты также упала в цене на 5 копеек. За один евро сегодня предлагают 86 рублей 86 копеек. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok